приветствую вас дорогие друзья с вами канал китай стал ближе и наконец-то пришел мой новогодний подарок заказал я себе на новый год телефон поскольку мой кубот уже подустарел и хотелось что-то более современного более такого помощнее более шустрого так скажем посылочка дошла быстро дошла за две недели посылку я на почте вскрыл а вскрыл и потому потому что была повреждена упаковка и поэтому я решил скрыть посмотреть не повреждено ли вложение но продавец очень хорошо упаковал посылку так что вложение не повредилось именно поэтому и всем советую просите продавцов упаковывать более более лучше упаковать вашу посылку чтобы ничего не было повреждено на наших почтах хотите экономить на своих покупках регистрируйтесь сервисе литишоп и получайте кэшбэк в более чем 900 магазинах покупайте с удовольствием регистрируйтесь сервисе литишоп устанавливайте расширение для своего браузера и экономьте на своих покупках посылка шла с трек номером заказным отправлением так же посылка всю дорогу отслеживалась дошла быстро немного зависла во внучке оценена 45 долларов месяц 400 граммов в принципе никаких проблем доставка не было так что от доставки мы уйдем и продолжим дальше а телефончик у нас сегодня xiaomi redmi note 3 pro серия special edition вот такая вот коробочка коробочка заводская упакована салофанчик и поскольку эта версия special edition здесь уже нет никаких иероглифов эта версия заточена именно под европейские стандарты то есть здесь уже никаких иероглифов прошивка мультиязычные и все остальное значит что значит приступаем вскрытию телефона давайте откроем и посмотрим на передней панели изображен телефончик на надпись redmi note 3 по бокам тоже такие надписи здесь как всегда штрих-коды и здесь небольшие краткие характеристики значит что же здесь написано написан процессор guacom snapdragon 650 18 герца 5 и 5 дисплей разрешение 1920 на 1080 full hd ips дисплей 16 мегапиксельная камера 5 мегапиксельная фронтальная камера и аккумулятор в 4000 миллиампер часов так что должно его по идее хватать надолго ну что ж давайте приступим к открытию этой коробочки первое что нас встречает это телефон телефон достаем пока что убираем в сторону телефон прям приятно в руках держать вот такой вот конвертик посмотрим что у нас внутри посмотрим что у нас внутри этого конвертика здесь краткое что-то типа инструкции дальше тоже какая-то бумажка дальше у нас крепочка для достания сим лотка и в принципе все в комплекте идет провод комплекте идет провод и идет зарядочка зарядка уже с европейской вилочкой так что никаких перекодников не надо 2000 миллиампер 2000 миллиампер так что заряжаться должно быстро даже заклеен сам юсб портик заклеен вот такой вот этикеточкой мы ее снимем до юсб портик все это убираем в сторону больше ничего нету наушники в комплект не входят наушники в комплект не входят и давайте посмотрим сам телефон отрываем все бумажки они нам не нужны на будучи оторвать вот эту бумажку на это позже вот сам телефон телефон лежит в руке приятно ощущение приятное значит что у нас есть передняя панелька это стеклышко это стеклышко искал специально не взял просто redmi note 3 pro потому что у него белая лицевая панель а поскольку я хотел чтобы не было видно рамок экрана искал их чтоб черная лицевая панель была именно поэтому взял спешил эл-эдишн значит что мы имеем на левой стороне у нас лоток под сим-карту под две сим-карты или же под сим-карту и флешечку но я думаю что флешечка не понадобится поскольку здесь 32 гигабайт значит будем использовать две сим-карты с правой стороны кулисы громкости и кнопка включения телефона сзади у нас датчик отпечатка пальцев двухцветная вспышечка и камера на 16 мегапикселей снизу решеточка решеточка для динамика и вот здесь вот сделан вот такой вот порожек этот порожек видно вам будет да вот это я думаю сделано для того чтобы если вы положили на стол ничто не мешало выходу звука и все равно было бы слышно звонок снизу у нас micro usb портик и отверстие под микрофончик сверху инфракрасный порт разъем под наушники и и какое-то еще отверстие что же отверстие не знаю будем выяснять даже а теперь попробуем включить его и так как я и говорил здесь мультиязычная прошивка очень много языков давайте включим русский и так загрузился наш телефончик установил я темку первое впечатление просто шикарно просто шикарно откликается прямо на ура все работает отлично все работает отлично все очень нравится картинки яркие немного надо будет еще под заточить под себя но очень четко интернет работает быстро картиночки яркие все хорошо звук тоже очень нравится внешние ощущения конечно плохо что не металл все-таки это не металл это пластик пластик задняя крышка у него не съемная и надо будет обязательно чехол потому что я думаю что все-таки он очень быстро поцарапается так что без чехла его лучше не носить и продавец как во многих телефонах уже сразу приклеивают защитное стекло в этом случае защитного стекла нету но это тоже не проблема я стекло заказал и еще при покупке телефона любого вот например сяоми или другого и любого телефона любой вещи на алиэкспресс вы можете получать кэшбэк с покупок сервисом летишоп заходите в описании и смотрите ссылку под этим видео и также вы найдете ссылочку на этот телефон продавец отличный доставил очень быстро все отлично было упаковано вы сами видели что же более подробно по этому телефону я вам расскажу позже когда попользуюсь им дольше а сейчас давайте попробуем камеру как работает камера ну я думаю 16 мегапикселей должны работать просто превосходно фокусируется очень быстро фокусируется очень быстро фотографии я думаю тоже будут очень хорошие посмотрите какого качества отличного фотографии все просто суперски единственный недостаток как у всех глазок с краю держишь телефон и бывает что загораживаешь объективчик но так фотографии просто потрясные мне очень нравится фотографируют быстро фотографируют очень быстро даже видны можно даже рассмотреть кромку на ноже только не пойму почему он не увеличивается то есть я увеличиваю растягиваем возвращается обратно но все равно смотрите насколько хорошие фотографии видно прямо малейшие малейшие он как заточен ножик фотографии отличные что же по звуку давайте попробуем зайти настройки звука звук проверить не удалось почему-то нет рингтонов не обновляется но я думаю это все обновиться в дальнейшем очень очень много настроечек давайте посмотрим что у нас по памяти значит узу как я и говорил 3 гигабайта памяти доступно 24 из 32 на думаю это будет больше чем достаточно у меня вот допустим 8 гигов не хватало 8 гигов мне хватало значит что еще версия android 601 ядра 1 и 8 переведено все вроде хорошо но еще раз повторюсь в дальнейшем в дальнейшем буду дальнейшем буду уже изучать этот телефон более подробно и тогда уже тогда уже расскажу и вам что как и почему но по сравнению даже с куботом радугой здесь здесь есть преимущество во первых я думал что он будет гораздо больше гораздо но на самом деле он небольшой он небольшой а все благодаря тому что практически нет рамок по бокам и также снизу вверху маленькие рамочки задняя панелька очень быстро пачкается вот буквально несколько минут и она уже грязная что конечно минус но я думаю незначительный думаю незначительный телефон откликается очень быстро очень шустро но поскольку пока что нет еще основных настройщик ничего еще не настроил много что много что просто пока недоступно так что вот вот такой вот замечательный телефон я себе приобрел скоро придут на него чехлы и стекла и все остальное все это будем обозревать дальше ну а на сегодня все еще расскажу что кто хочет приобрести такой телефончик ссылка в описании а кто хочет приобрести с кэшбэком ссылка на сервис летишоп тоже в описании смотрите переходите покупайте ну а на сегодня все всем спасибо извиняюсь еще раз не умею пока обозревать смартфоны но стараюсь пишите что не так что еще рассказать ставьте лайки ставьте дизлайки комментируйте всем спасибо на сегодня все пока